Так, наступает момент, когда мы после поезда этого туннеля сразу же почти должны повернуть на межгородскую дорогу, то есть с автобаном мы должны сойти и перейти на, по-моему, 19-е. И так по ней дальше и рулить. Посмотрим, 19-е или 29-е, я не помню. Но наша навигация, она доведет, пока мы все укладываемся, пока все в лучшем виде. Так, и будет дождь. Через 1 км сворачиваем, будет дождь. Ну, это меня нисколько не удивляет. Я перед тем, как поехать, я просмотрел, конечно, все. Вот. Да, 29-я. Бундестрассе. Ну, вот она. Давайте мы по ней поедем. Сейчас, конечно, скорость будет снижена. Понятно. Понятно. Поэтому и сейчас на 50 км мы будем с вами почти часы пилить. Ну, ничего страшного. Так, теперь куда дорогая? Направо. Мы находимся с вами сейчас в швабской местности. Швабише-Гминт, 33 км. Вот где-то там. С Туануалена. Так. Мы будем по этой дорожке сейчас пилить. Пока не допилим. Ну, что, может быть, мы когда-нибудь поедем в Красный-то? Сколько может гореть все? Медсмок. Видите, уже пошли светофорчики тут всякие разные. Ну, тем живописнее будет для вас, если сейчас не перекроет нас 70 км. Да. Так. Пелена дождя не перекроет, то хотя посмотрите. Я тоже посмотрю. Здесь еще ни разу не было. Про эту дорогу мы с вами не ездили. Вот. Так. Надо поставить 70 км. ехать 70 км. Потому что вы помните, я всегда рассказывал, что деревни они обожают ставить на своих домиках, деревнях, въездах специальные ловушки, чтобы не повадно было. Я так понимаю, нам все прямо и прямо. Что за местность нас ожидает? Ну, я вам скажу, что это за местность. В принципе, это швабские горы, то есть швабские горы. Они большие и зеленые. То есть это естественно не Альпа, но тем не менее тоже горы и очень много леса. Так что мы сейчас приедем с вами, посмотрим на эту тьму таракань. И если нам понравится или не понравится, все равно попробуем поговорить на тему жилья. Сейчас поедем в Сокинку, не будем особо спешить. Поглядывать по сторонам, если нам дадут такую возможность, как видите, тоже ясно, что будет сложновато. Стекло будет забрызгивать постоянно нам. Не надо сейчас внимательно следить за всеми знаками. Не хочется к тому бензину, который я потрачу, еще и прибавить штрафы за превышение скорости. Так, вот и поворот. И мотор ревет. Что он нам несет? Так. Потянуем к нему. Так, 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 так. Вот сюда доезжаем. А здесь вот сюда проезжаем. Так, и дальше ездим. А дальше налево, как я понимаю. Никого? Никого. Ой-ой-ой. Тут дождик недавно прошел. Что он еще стоит? Ну, сейчас будем петлять по этим дорогам. Мы 19 перешли. Все верно. Я же говорил про 19. Вот мы на ней и вышли. Ну, по ней теперь будем держаться. Так, здесь у нас что? Поедем во всякий случай. 50. То есть мы въехали в городскую. Какое-то небольшое. Ну, мы едем тоже с вами там. Ну, деревня. 3000 человек, в общем-то. Тут тоже и знак 40. Защита от шоуа. Ну, вот сейчас вся дорога у нас будет веселая такая. Бензин подорожал, зараза. Кстати, на Google Map я посмотрел. В деревне там нету. Ну, заправишь. Как я понял. То есть надо будет в соседнюю деревню ездить, заправляться. Ну, это полбеды. Как всегда церковь. Как всегда. Как всегда. Вот сюда, по-моему. Как будто походимся. Смотри, каких развязок они наделали себе везде. Тут уже 50 разрешено, да? Интересно. На этой деревне все крыши почти вот эдако. Магазин деревный, продуктовый, эдако. 60 можно ехать. Отлично. Все крыши коричневые. Община выбирает себе, какого цвета должны быть дома. Такие крыши должны быть скатные, двухскатные. Это все регулируется. Германия нет того, что хочу, то построю. Нифига. Так, что он говорит? 61? Ну где 61? Я еду 60. Это обалденно. Снять ограничения 60, поехали быстрее. 20 лет. 20 лет. 30 лет. 30 лет. 30 лет. Цветовый пыль. 30 лет. 28 лет. 35 лет. Так и будем сейчас ехать Мне осталось 36 километров, ребята Не так долго, но Не так мало Так, природа Верно, арша осталось 24 километра Старость у меня дома не заставит Я дороги Я в пути Никогда не думал, что буду эту песню петь Подходит уже хорошо Так Ну, леса здесь хорошие, я вижу, да Ну, то есть Обзавелся имущество Уже Гусик Грузовичок В аренду Перевозить Воскресенье Десант Ух ты Водяная мельница Какая, я не знаю Жалко, вы не увидели Может, на обратном пути Так Где-то пойдет через дорогу Верно, заточи там Верно, поиска имеется Верно, поиска и мельница Снять, я приучение поехали Вот и обещанный дождик Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok